Дорогие друзья, продолжаем смотреть плей-офф, и вы думаете, почему мы не дома, а вот так вот сработано, мы на плей-офф решили переместиться на часть матчей в студию. С вами Crystal Maze, студия аналитики, слева от меня замечательные люди, видя Джейма со смайлом, и мы будем обсуждать то, что сейчас, во-первых, происходило, очевидно, да, в матче у Na'Vi, и, конечно же, продолжение дальше еще на целых два Best of 3, которые также будут крайне интересны, особенно потому, что в бой вступает европейская команда Team Tickles, которая, как вы помните, разорвала вообще весь первый, предыдущий, точнее, сезон ДСЦЛ, и очень круто себя показала в рамках европейского DPC, вот, ну, а сейчас, соответственно... Поправлю тебя сразу, гладиаторы. Гладиаторы они теперь. Да, да, да. Их подписали только что, прям вот буквально. Если я сказал бы сейчас гладиаторы, то никто бы вообще не вдуприл. Ну, кстати, скорее всего, в игре там все еще будет старый тег, потому что, наверное, не обновился. Ну, да, да, да. Можно сказать, что ты не ошибся особо. Дашку будет триггерить, опять же, будет все эти Unique, и будет опять MindGames. Ну, вот сейчас как раз Unique. Так же гладиаторы с тем, что... Да, кстати, меня тоже постоянно триггерировал, я комментировал матч MindGames, вот этот вот логотип Unique, у меня прям дизонанс постоянно путался часто. Так, ну, соответственно, Na'Vi у нас закончили все-таки со счетом 2-1 WinStrikes. Что там вообще происходило? Кто-то наблюдал? Ну, так, краем глаза. Последняя карта довольно яркая была, то есть там реально WinStrikes практически закончили. В свою пользу, но последняя сторона команды Na'Vi им все-таки не далась. По-моему, они там... Во-первых, дух они обменялись любезностями, да, потому что Na'Vi на первой просто разнесли за 22 минуты, в ответку получили такой же матч на второй, а на третий, да. Ну, 50 на 50 у них было, там прям качели были, очень жесткие качели. И Na'Vi сейчас закомбейчили вот на этой третьей карте. Кто не видел, кто только что подошел, кто только включился, обязательно пересмотреть. Там даже по графикам, если посмотреть, там огромная такая пропасть, из которой Na'Vi резко выползли, как говорится. Ну, Висп с Вен потащили, в ЛАйте это мощная связочка. Да, но для Na'Vi, как вы понимаете, очень важно сейчас показывать хорошие результаты, потому что они должны готовиться к плей-оффу в рамках DPC, потому что на мажор не будет, как вы знаете, все прекрасно. И, соответственно, они будут участвовать в плей-оффах, которые будут вместе с Ашерами, вместе, соответственно, с Виртуз Про, вместе с Покчампами и Спиритами, да, я правильно все называю? Да, по-моему, такая она четверка. Да, Виртуз Про туда не попали, не влезли, так сказать. Хотя можно было бы и плей-офф на 8 камня. В чем проблема вообще? На 32. Весь второй дивизион вместе с Open Kwan. В общем, неважно. Я думаю, что у них сейчас очень-очень серьезно нужно, им нужно серьезную форму сейчас поддерживать, да, для того, чтобы вступить в плей-оффы, которые будут во второй половине февраля в лучшую форму. И, соответственно, потом еще, кроме этого, в случае с Винстрайками, да, если мы говорим о их матчапе, он будет повторяться еще и на DPC второго сезона, потому что Винстрайки — та команда, которая вышла со второго дивизиона в первой. И поэтому мы отдельно будем отмечать матчи Дахака и компании, потому что, ну, понятно, что во втором диве, с одной стороны, конкуренция была зверская, но в первом диве будет намного-намного сложнее, особенно так как вылетели у нас имперцы, вот. Извините, пожалуйста, вместе с Гамбитами, и теперь проходных матчей там будет намного-намного меньше. Я бы сказал, что вообще, наверное, ни одного, не считая тех же самых Майндгеймс, которые все еще у нас под знаком вопроса, о том, в какой они форме, насколько они хороши, но они смогли остаться в первом дивизионе, и они сейчас будут сражаться против тоже первой дивизионной команды, то есть Ашеров, и это матчап, соответственно, для Ашеров, по-моему, первый, да, в DPC, или они у нас напрямую заинвайчены в рамках плей-оффа. Майндгеймсы, в очередь, показали довольно сильное выступление в рамках группового этапа, может, вы напомните, какие игры у себя. Очень хорошие, у них 6-0, по-моему, они в итоге закончили, они даже не проиграли ни одной серии, поэтому, да, очень уверенно играют, я смотрел за ним, пару игр у меня как раз-таки было, и эта команда очень сильно прогрессирует, я прям удивлен был, если честно, потому что, вспоминая прошлые их игры, ну, там грустно было смотреть на то, что они исполняли. Мы вот, я не помню, с тобой, с Саня Толис Кристалом комментировали как раз последний их матч против Bait, они играли. Да, наверное, со мной, со мной, со мной, со мной, скорее всего. И как раз вот то, что Bait не сделали, не работали по Квапе, потому что там, помнишь, было противостояние Квапа против Пак от Дэнди, да? Да, но Дэнди, последние, наверное, игр 15 официалок отыграл на Паке, и у него до этого была Квапа, сейчас у него вот Пак, но на Паке, справедливости ради, лучше у него намного получается, потому что вот прям чувствуется, что его герой. Да, Пак, кроме того, мне кажется, намного сейчас универсальнее, чем Квапа, и как-то больше героев, которых он перекрывает, но это опять же уже такое. Штормилов, кстати, вместе с ПОМ, открывающий драфты от Майнгеймсов, причем вот если в начале сезона того же самого ДДСЛ или, например, ДПС, мы бы сказали, что Майнгеймсы 100% проигрывают Ашером, потому что, во-первых, в рамках ДПС Ашеры смотрелись очень круто. В начале сезона, да, они демонстрировали, что это команда, которая должна выходить чуть ли не в топ-2, то в конце, как вы видели, ну и читали наверняка в интервью игроков и так далее, что у них там были проблемы с тем, что кто-то подзаболел, кто-то там имел проблемы, точнее, были проблемы со светом в буткемпе и так далее. Короче, все это наложилось, было очень много нервотрепки, и они просто выпали из обоем и выпали из той формы, которая у них была, и окончание сезона было достаточно, ну, сложным для них, давайте скажем так. И сейчас, соответственно, на ДДСЛ они должны показывать то, что они снова набирают форму, да, потому что, опять же, это одна из команд, которая будет участвовать в ДПС. У них там огромное количество проблем было. Помнишь, этот список, который писал менеджер там или ССО, ССО, HR, то, что там закрывайте холодильник, там еще что-то, спускайте воду в туалете, ну, в общем, проблемы накопились. Потом это в каком-то теме, мне кажется, уже перерасло, такие опции появились, что просто уже выдуманы были. Ладно, в любом случае, я смотрю, пока все пометят у нас в плане драфтов, ВК укрепляется, так скажем, практически в каждом пике мы его видим, крайне редко игнорируют. Сигнатурная белка для них, да, это для Абигнума как раз. В общем, у них драфт, вот он строится, если ему дают бестмастера, которого они сами забанили, да, для Петушара один из сигнатурных персонажей, они его забирают сразу, как бы, понятное дело, этот герой прям, ну, мы помним Петушару на квалификациях против Спиритов, как раз перед Интом, как он на этом бестмастер разносил. Здесь они как свой драфт строят? Если этот герой есть, они его забирают сразу, если нет, то на 23-24-й герой всегда остается для Петушара, опять же, чтобы закрыть вражескую единицу, чтобы он хорошо там себя чувствовал. И вот эта Белочка как раз очень круто помогает. Бигнум, опять же, в том матче, в той серии против Бейт, великолепно себя на ней показывал, и такой, ну, на самом деле, драфтик-то сейчас очень симпатично смотрится, потому что этот Висп со Штормом сильно, это раз, во-вторых, Шторм, это, наверное, один из самых крутых вообще героев для ФНа. Он на нем, ну, реально умеет, реально показывает. Ну, он привезет в плане как для исполнителя, да, согласен полностью. И, опять же, на Шторма пока, по сути, контроль отсутствует. Ну, отсутствует. Бейн, конечно... Марс единственный хороший контроль. Ну, не знаю, мне кажется, Марсу нужно будет постараться, чтобы здесь Шторм мило поймать по игре, а тут нет какого-то инстехикса, типа Леона и так далее. То есть Шторм тот в целом себя чувствует комфортно. Ну, против Бейна не суперприятно. Ну, я говорю, единственная проблема — это Бейн. В будущем, если Марс захочет Юл себе собрать, тоже будет проблема. Он будет играть, если чтоб тебе ловить Шторма такого, тебе нужен либо Фастдаггер, либо Юл, соответственно, чтобы ты напрягивал, да, и моментально его как бы пытался убить. Ну, от Марса будет очень много здесь зависеть, потому что сейчас появится, опять же, парень на мидл, а на мидл контроля практически не осталось, да, ну, что-то... А парень убрали. Сейчас Войт Спирит появится, либо Эмби Спирит должен появляться, опять же, против этого Шторма, потому что ему как-то надо ловить, да, потому что не нужно надеяться только на третью позицию и Бейна, да, которого будет очень тяжело, опять же, играть. Вроде Бейна закрывает по игре этого Шторма, но герой на мидл должен появиться. Ну, решили, да, взять сразу. Сейчас Войт Спирита точно уберут, потому что этот парень, он как раз очень неплохо этого Шторма ловит. Может быть, Эмбер, кого-то из них. Один из Спирита точно должен банк. Проблема с Войт Спиритом, конкретно, в случае с вот этим лайнапом, который у Мэтт Геймс, если это то, что у тебя очень-очень маленький... Да, и Кунг, мне кажется, был бы функциональный, у тебя очень маленький объем демеджа, да, то есть у тебя Висп против тебя, и герои, у которых много регена, и которых, соответственно, Висп просто перехилит. И Войт Спирит будет ощущаться как... Да, окей, кей, черт, но что он дальше будет делать? Кого он там будет убивать дальше? На ком фраге делать? Очень сложно. Очень ограниченный урон. Эмбер Спирит в этом вопросе лучше скелиться. Особенно с Аганимом, да, с появлением Аганима, он будет просто взрывать Белку, взрывать Виспа, типа, это супер важно. Войт Спирит так делать не сможет в большинстве случаев, даже с Аганимом своим собственным, или там Орчетом тем же самым. Не сбавляйтесь пока от сильных линий, я смотрю, под Виспа, да, опять же Слардара подбанили на всякий случай. Минус Висп, минус... Сталкер забанили, да? Сталкер забанили, да. На третью вижу. Минус Слардар, минус Сталкер. Легионочку забанили, чтобы по Сэву никакого не было, тоже, ну, опять же, баф на команду всегда приятно. Она суперсильная на линии с Виспом, она суперсильная под Виспа, потому что она сейвит Виспа и так далее. Я бы, на самом деле, тут даже думал бы про какого-то ОД, он истилит ману, ну, для против Медузы, и он сильный на линии с Виспом, и по игре у тебя проблематика начинается с того, что ты нападаешь на Виспа, а тебе сейвит ОД, если ты нападаешь на ОД, его сейвит Висп и так далее. Это классика жанра, которая была разыграна в самом начале еще там DPC, и потом она возвращалась пару-тройку раз. Если у тебя всех остальных оффлейнеров сильных перебанят, да, на линии, то в целом этот ОД будет очень сильным. Это очень хорошая опция, опять же, для Майнгеймс, да? С Виспом... Виспа поставят на лайн с сильным парнем. Это может быть и Doom, это может быть и Timber, это может быть и Tide. Это вот такие персонажи, которые с Виспом пойдут. Вот Висп не будет с ВК стоять, вряд ли, на лайне, если туда белочка пойдет на пятую позицию. Ну, издикат. Спасибо Майнгеймсам. Это сильный, сильный лайн. Опять же, это неплохой подсейв. Опять же, против, да, вот этого нападения, если шторма будут как-то закрывать по игре, если там бейн, финсгрип, если марс, копье какой-то, он всегда с блинком вторым фактом, да, просто будет подсейв мощный. Тебе правда не в кайф, у тебя три цели, которые надо сразу же выключать в драке, да, то есть на белку с ВК можно забить, но ты фокусишь ОД, его сейвит Висп. Вот то же самое, фокусишь шторма, сейвит Висп и Лио Де. И ты просто такой, ай, что с этим делать, тебе нужен миллион контроля. Это очевидно, Эмбир Спирит здесь вообще читалось слишком легко, потому что, ну, Войт Спирит послабее, наверное, выглядел. Так что... Кетчер, ну, такое. Мало осталось просто этих кетчеров, опять же, пака забанили. По драфту Майнгеймса, на мой взгляд, выиграли здесь, но... Да, но... О, в Ашер получше должно быть исполнение, посмотрим, в какой они сейчас в форме находятся, ну, не знаю. По драфту свидетели по исполнению вот это вот. Я бы сказал, у Майнгеймса... Мне больше нравится драфт здесь, если честно, опять же. Я бы делал ставочку на них, несмотря на то, что против их Ашер выступает. Пусть будет так, пусть будет так. Да, пусть будет так. Напомню вам, друзья, что имеется баннерочек, можете использовать, соответственно, его твинлайн и использовать 2000 фрибетов. Мы, соответственно, с этим отправляемся на каточку. Для вас эту игру прокомментирует Майл вместе с Дашей. Здорово, демоны. И демонессы, конечно. Рад у тебя. Я, как всегда, я не могу, да, без кринжового начала я не я, так сказать. Ну что, скажешь. Тут говорят, что у Майнгеймс лучше драфт получился, а Ашеры лучше должны исполнить. Я смотрю прогресс на лицо. Уже Майнгеймс все-таки. Не прошел и месяц, все-навсего. Мне скорее интересно, будет ли в Доте у них новый логотип сейчас. По-моему, не было на начало 2020. Пора бы уже. Я слышал, они подписали недавно еще один состав. По... Почему? Я не помню, почему. Подписали по еще одной дисциплине Майнгеймс. То есть теперь это прям киберспортивная организация с несколькими составами. Так что давно пора. И вообще, они молодцы. Во всяком случае, на Дота 2 Чемпионс Лиги эта команда выступает очень здорово. Пока же не потерпела ни одного поражения. И прямо так набрали. Хотя изначально, прямо если вспомнить DPC их выступление, так ни шатка, ни валка начинали. Но под конец разогнались. И вот сейчас продолжают свой разгон. Соперник у них, правда, тоже очень-очень серьезный. Это HR. Это команда хорошая. Организация классная. У которых есть все. Буткэмп. Все построено. Все ради победы. Непонятно только, как они подошли к D20L. По крайней мере, у них сейчас проблем нет. Например, я с утра читала заявление от Пакчампов, что у них Крылат заболел, допустим. И они сейчас будут играть этот плей-офф, который у нас будет на DPC. И не факт, что к этому моменту он успеет подостановиться. Тоже может плохо себя чувствовать. У HR, по крайней мере, такого какого-то не происходит. Проблемы с буткэмпом, которые у них были на конец DPC сезона, я так подозреваю, что уже все давно были решены. И то же самое касается, в принципе, и MindGames, у которых тоже был некоторый спад в начале этого сезона, игрового, в принципе. Но сейчас они день до дня все лучше и лучше и лучше играют. И группа у них была тоже непростая. У них там были и VGaming, и WinStrike, и Nemiga. И все равно они вышли оттуда 6-0. То есть это тоже что-то дозначит. И я бы их прям со щитом не списывала. И тем более Underdog здесь прям так явно не ставила бы. И Draft это самое сигнатурное, которое у них есть. Они этим много на DPC скатали. Это же у них появлялось и в группах. То есть это прям все сигнатурки, которые они могли бы себе пожелать. Ну что, ответ на твой вопрос на экране? Нет. Пока что нет нового логотипа, но ничего страшного. Все когда-нибудь придет. Главное, чтобы пока что был результат. Да, драфты интересные. Не успел в них как следует вглядеться. Но вижу уже, что HR прям суперстандартный такой драфт. Очень метовый, очень хороший. Мне здесь все нравится, начиная от Саффортов, заканчивая Кэри. Что касается MindGames, у них так поинтереснее, но тоже достаточно метовый. То есть это УД, который является одним из таких необычных у флейнеров, но очень частых. Это Белка, тоже не в каждой игре появляется персонаж. Ну и ВК будет соперничать с Медузой. Такая интересная дуэль всегда. Вот этой Медузы против каких-нибудь героев, типа ВК. То есть вроде нажимает Стонгейс, он ее бьет, она его может разок убить. Но вот что делать с ним второй раз, непонятно. Думаю, что многое будет зависеть именно от того, как много эти герои нафармят. ВК еще и под Веспом, кстати говоря, будет, что определенно сильно. И Шторм под Веспом тоже. И Шторм под Веспом. Связка, про которую мы часто и много говорили. И здесь должны быть, по идее, очень неплохие линии. И они могут задать такой темп, чтобы не дать возможности Медузе просто продохнуть и нормально пофармить. Это, в принципе, хорошая опция по-быстрому как-то выиграть. Так же, как у Нави с местрайками на первой карте было. Правда, жаль, дальше не пошло. Посмотрим, как оно будет реализовываться. Потому что Петушара не прям огромный любитель ОД. И интересно, как он себя на нем здесь реализует. Все-таки соперник очень серьезный. И как бы матч у Ашеров с Майндгеймс, который проходил в рамках ДПС, он же, по сути, не состоялся практически. Там была первая карта Тихоузовая, а вторая за 20 минут закончилась. И очевидно, там парни уже и в тильте каком-то были. И вот, наконец-то, у тебя есть возможность полную силу без тех прочих каких-то передряг себя показать. Повторяйся за учетом. Ну, пока что Висп немножко недоконтролил Курьера. Бэн забирает его. Можно сказать, это такая первая кровь импровизированная. Но только лишь Курьера, не героя потеряли. Ничего в этом глобальном, конечно, страшного нет. Курьеры сейчас гибнут достаточно часто на любых линиях. Что-то попытаться выделить здесь. Ну, интересно будет посмотреть на Марса. Он вот немножко подотстал по крипам. Но я уверен, что, безусловно, догонит. Линия у него хорошая. Марс против ВК. Мы вот вчера как раз на переигровках такую линию комментировали. И Марс там чувствовал себя отлично. Тут Рейбл задоджил взрыв Ремнанта. Но все равно очень больный ему может быть. Остается совсем мало ХП. И Фанчик его напрягает довольно-таки жестко. Ну, трудно ему тут. Видишь, он Флэнгвард максит. А тут пока довольно быстро его сбивает этот Шторм Спирит. То есть, трудно такой линии так работать. Много магии. Вроде как и Флэнгвард нужен, чтобы защищаться и фармить, и крипов прожигать. Но и Шторм слишком много магического урона наносит. Здесь линия запушилась. Неплохо было бы, наверное, Мелоди куда-то выйти, что-то здесь вывести. Потому что вряд ли они как-то смогут прям у Тейвису помешать под линией, забирать крипов. Да, вообще могут. Вообще могут, по крайней мере, сильно настучать по ним, попытаться. Возможно, в этом идее. Так бы он уже давно пошел бы отводить. Хотя, видишь, там, видимо, был большой кейм крипов заблоченный. Его только разблочили недавно. Возможно, в этом была причина того, почему он этим не занимался. Маленький там же еще и стакнуть надо, чтобы что-то получилось вот это годное. То есть, времени много требовалось. Возможно, просто не было возможности линии выровнять. Поэтому так оно стоится. Ну, в общем, у ООД уже в любом случае, как мы видим, все достаточно неплохо. Своё кольцо он возьмет. С кольцом у него будет бешеный реген. И потом быстро доберется до Метеор Хаммера, как обычно и бывает. Здесь Рейс Кинг. У него вот этот вот... Даже не знаю, как... Модный нынче закуп, правильно, наверное, сказать. Все чаще наблюдаю, как покупают огромное количество насиловых коп от этих вот перчаток. Кто-то грейдит их в Брейсера, потом кто-то не грейдит. Может быть, во что-то еще? Возкачалки, да, с мега-телями. Такой вот силовичок. Интересно, у Лимитлоса какой закуп? Ну, я думаю, тоже там, знаешь, какой-нибудь сетап под Армлет готовится. Все-таки у Лимитлоса Марс не сказать, что прям убер-сигнатурка, но он на нем очень часто играет, в принципе. Патч того требует. И едва ли там есть сейчас какая-то возможность от этой Мета отклоняться в виде Армлета, который на Хардненерах мы любили в последнее время. И вот коэффициенты у нас появились на карту только от Винлайн. 1.95 на Майнгеймс, 1.8 дают на Ашер. Я полностью согласна. То есть это игра и, в принципе, матч достойный равного кэпа. И пока что судить о чем-то можно будет только лишь после первой карты, которая начинается крайне спокойно. Еще ни одного убийства не было сделано. И, в принципе, об агрессии говорить трудно. Пока не появится Метерхаммер, пока не появится шестой на Шторме, пока не будет какая-то перетяжка на нижней линию от кого-нибудь. Того же самого Шторма со шестой какой-нибудь удачной рункой. Ну да, пока эта игра довольно равная. Ну просто даже по первой игре судить, вот как сегодня Нави с Винстрайк играли. Вот там первую игру посмотришь. А третья игра вообще не соответствовала первой. И была супер упорной еще и с камбэком. И вторую Винстрайк выиграли. Так что здесь, конечно, нет никаких предпросылок пока давать преимущество одной из команд. Все стоят, все фармят. Нетворсы, ну немножко ВК с УД просели. Но совсем чуть-чуть, на самом деле, разница минимальная. Марс хорошо стоит. Марс здорово себя чувствует. Думаю, что и дальше он будет чувствовать себя не хуже. Линия со Snapfire достаточно мощная. Так, Курьера. Ой, как неприятно. Курьера со шлемом теряет Рейс Кинг здесь. Да, как-то неаккуратно сыграл. Хотя, казалось бы, чего стоит взять Курьерчика, аккуратно по линии провести. Ну вот... Да, вот трудно сделать, он же еще и не летающий. И это самая спиртоубийственная линия для Курьеров. Тут за контроль четверка может это при желании спокойно. Самое главное, что шлем. Ну тут, видишь, как он шел откуда-то даже не по линии, а откуда-то из леса выходил. И в итоге Марс там даже не за Курьером. Он просто грипов стоял, фармил, увидел этого Курьера и убил. То есть супер неаккуратно сыграно. Может быть из-за того, что первая игра, а может быть просто не хватает внимания. Слишком много всего на линии происходит. Гилгир. Сбить не очень важно. Да там у Семача им маны мало. Едва ли у него что-то было. Так что убирается обратно под тавер. Надо манку себе восстановить, КПшку восстановить и заняться уже Рейс Кингом. Хотя он и без того действительно страдает. И будет ему явно не так уж и просто, учитывая то, что до него и шлем. Он не доехал. Уже будет сложнее размениваться на линии. И тем более, что Саппорт как бы не всегда рядом с ним. Сейчас Белка тоже у нас больше занимается тем, что контролит мизера. Видимо за баунтируной. Сейчас попробуют, попробуют что-то сделать. Смотри. Можно привязать. Да, да, да. Сейчас может быть привязочка. Вот сейчас. Да, и Шторм летит на очень много маны. Попытаются зацепить Рейбла. Но Рейбл выживает. Летит за ним дальше Шторм. Если еще Ремнант, Ремнанты есть. Маны нет. В итоге до конца пытается жить Рейбл. Но ФМ забирает ФБ. Очень приятно. Петушара тоже здесь на грани смерти. Сможет ли уйти последняя дычка? Нет. Медуз добивает его. Но хотя бы ФБ мидеру досталось. На самом деле ФБ. Причем даже получился соло-килл, да? Он экспу все должен был забрать. И 3000 нетверсу Шторма. Сема продолжает здесь напрягать. Сема оставался баунти забрать. И по пути еще Гиллгир все-таки решил его встретить. Очень подвело здесь Эмбера то, что никакого вижена не было. Поэтому вообще незаметно на тройку прошла. За спину зашла. И сидела и сдала его там секунд 10, судя по всему. Пока не случилось это нападение. Очень круто получилось. Действительно, после этого Рейблу тут надо будет как-то этот вопрос решить. И я вижу то, что варды уже появились. Все, теперь тройка контролируется. Так просто там не зайти. Да, но они вот не сбили опс, который поставила Белка. И все-таки ФБ и ХП для Шторма уже получены. А ВК, которого при этом Белка оставила снизу, он не так уж много и потерял. Потому что он в любом случае очень много вынесет из леса за счет скелетиков. Он там как-то аккуратненько стоит, что-то подфармливает. Ну вот 2 500 у него, 3 у Марса. Да, 500 монет разницы. Но это все вполне реально камбэкнуть. На всяком случае, за счет такого сильного Шторма можно много отыграть. А здесь уже почти Метеор. Немножечко припозднился из-за этой смерти. Мог уже его иметь. И интересно, получится ли забрать Мелоди, когда появится этот Метеор Хаммер. Тут чуть-чуть осталось. Сейчас докупит боковой лавки себе Войстоун. И можно будет уже начинать спамить. Прижигать линию. Возможно, уже и Тавр забирать получится. Потому что Медуза-то в целом уже и готова бросать эту линию. Она готова в лесу ходить. И, наверное, уже будет пора к этому моменту. А Рейбл пошел в дробу войны. Месть Белки за Семой Погоня. Белка здесь 3 человека за ней летит. Она сажает деревья на ходу. Дает Петюне. Ну, Рейбл в итоге справился бы и один. Здесь не нужна была даже поддержка. Да вот он 500 лет бегал за Пятеркой. Забрал ее, конечно. Но потратил довольно много времени. Ну и, понятное дело, там мог себе Шторм позволить какие-то агрессивные мувы в этот момент. Тоже как бы неприятные. Да, Шторм, судя по всему, с Виспом фармили просто в этот момент. ВК тоже сместился в лес. Ага. Руна снизу. Забирает хосты Рейбл. Шторм остается не у дел. Здесь у Дэ скидывает куда-то Метеор просто в крипов. Ну, пушк линию. Что, сейчас будет Тавр давить. Мелоди остался Экспица. Да-да-да, его прячет его. Пару ударов. Метеору сейчас сюда бы запустить, но маны нет уже. Надо восстановить обклипочку. Нужно как-то, да, нужно как-то отойти. Потихонечку там где-то подрегенится. Метеор Хаммер дает хороший реген. ФН продолжает фармить леса. 4400 у него. И вот пока у нас вот Эмбер Спирит где-то гуляет. 3400 Нетворса. Шторм уже на 1000 его обогнал. Действительно, фраг на пятерки только. Это, конечно, значительно меньше денег, чем какие-то стаки, забранные под виском. Когда у Шторма еще остается куча ванн. Он потом еще идет на линию, профармливает, еще забирает стаки. Ну и ВК. Замаксил скелетиков. Ушел в лес. Спокойно здесь фармит. Все у него просто замечательно. Петушара. Ой, как хорошо для Петушара. Но это не очень хорошая игра от Бейна. Он умудрился так встать, что Метеор залетел и по нему, и по вышке, и по крепам. Идеальный Метеор Хаммер от Петушара. И вышка тут же падает. И причем такое ощущение, что его смерть, в принципе, была неизбежна с появлением Метеор Хаммера, и как Медуза отсюда ушла. То есть его бы фокусили. И это случилось. Он мог стать куда-то левее, чтобы УД там прятал его, Метеор кидал в него, и вышку потом забирали. Ну, чуть больше времени выиграть. Или просто уйти отсюда. В итоге все в одну корзину как-то получилось. И еще фармит здесь продолжать. Как же много ФН фармит под виском. Посмотри. Да, они теперь вместе играют. Будут по пути продолжать искать фраги, возможно. И сейчас, вероятнее всего, они сюда заходили Медузу, в том числе, поискать. То есть выгнать ее, как-то ограничить пространство, дать понять, что это Большой Лес больше не ее. Но Медуза сама уже рейтировалась на тройку. Интересно, стакли ей там или нет. Я вот вижу, что она только что... Да, стакли, стакли. Нет, она не сама сейчас еще, вижу, не время. Так что на стакли ей здесь, да. Да, да, есть действительно. Гилкир, стакли и энши, и Большой Кэмп. Ну, Ватсон что-то наперед. Интересно, хватит ли ему этого. Собрал Драгон Лэнд. Заденайл Баунти Руну. Молодец. Правильно. Это очень грамотно. Бей своих, чтобы чужие боились. Ну, на самом деле, это мисклик, конечно. Понятно. Бывает, бывает. Там Баунти Руны ничто, Эншенты все. Очень хотел зафармить. Шторм продолжает вычищать при этом лес. Висп, понятное дело, что в начале игры будет больше играть с ним. И может быть только потом подключится к игре с ВК. Потому что, в принципе, ВК-то пока не представляет такую большую угрозу. Он там фармит, набирает свой Нетворс. Шторм гораздо опаснее на этой стадии. Ему гораздо важнее поддержки. А что Шторм себе на первое слово делает? Сайленс. Сайленс все-таки. Да, если сейчас так фарм и дальше пойдет, то можно будет спокойно закрывать Эмбер Спирита с этим Сайленсом точно. Возможно, даже выйдет на Марса выйти. Хотя у него уже армлет должен быть, по идее, скоро. То есть там все не так просто будет. А, нет. Он решил не греться все-таки шлем и оставить себе просто блинк. Ну, видимо, потому что зачем армлет? Медуза и так бьет с руки. Эмбер тоже бьет с фистов. Скорее нужна инициация. Для выживания, я бы сказала, наверное. Ну, шлем, поэтому вот он и купил. И все. И выживает со шлемом. Шлем — это жизнь. И, судя по всему, они куда-то собираются сходить все вместе. Да, разбили смогу. Появился с грипп. Есть арена. Можно это все реализовать в парочку фрагов. Самое главное — их найти. Знает, что соперник находится тоже где-то в области своей тройки или в их лесу. И вот примерно туда и направляется. Хотя, вот видишь, ВК, он все-таки в большом лесу задержался пока что. В парам деле этот тройка остался с штормом. Я бы взглянул, есть ли у ВК скиллпоинт для начала. У него восьмой уровень. Да, определенно скиллпоинт у него есть. То есть он, если что, вкачает ультимейт. Ему может не дать разулетиться Бэйн. Но мне кажется, Бэйн не успеет выжечь ему всю ману. И ВК слишком быстро умрет и переродится. При этом на голову может упасть Висп со штормом. Куда-то еще прилететь здесь на любую вышку кто угодно. Поэтому, наверное, ВК — это плохая цель. И если они пойдут на ВК, то их ждет фиаско. В идеале как раз-таки найти шторма с Виспом. Потому что к шторму и Виспу никто не прилетит на помощь. А если их найти еще? Ну да, вот если они пойдут сейчас на треугольник. Но такое ощущение, что они просто сейчас встанут. Аккуратно будут подпушивать вышку и довольствуются ей. Потому что идти куда-то за вышку на тройку очень далеко обходить. В лес тоже глубоко придется зайти. Они видели как минимум Саван Джессу на своем варде, который стоит во вражеском лесу. И это единственное, на кого они придут. Ой, смотри, Шторм сам идет к ним в руки, но он в инвизе и здесь в центре. Они видят, они видят. И все, что есть, они видели Лимитлоса. Теперь сами на него нападают. Есть привязка от Белки. И можно попробовать продолжить, но людей маловато. Какое-то странное... Не хватает ОД. Странное нападение из той, из другой стороны. Но я так понимаю, что ФН прыгнул просто, разревелил Смоук. Как бы показал сопернику, что мы вас видим. Уходите. И все. Возможно, хотели прочекать, сколько там людей. И если их там, допустим, один или два с Кем или Лимитлос там, то напасть дальше. Но увидели, что там чуть ли не вся команда и решили из-за этого забить. Возможно, да. Потому что иначе сложно объяснить, зачем вообще ФН куда-то полез. У него уже очень скоро Сайланс. Нетворс большой. Но немножко боязно то, что Медуза идет по пятам, а вот ВК куда-то отвалился. Он вроде бы фармит-фармит, но что-то как-то он не угоняется. Работяги недостаточно плохо вычищают лес, видимо. Ну вот сейчас их еще и убили в большом количестве. У него нету стаков. Он аншей не фармит. Это делает шторм. Так что даже если бы стаки были, он бы не зафармил так быстро, как Медузу. Поэтому тут как-то уже по Нетворцу не угнаться. Надо, наверное, агрессировать сейчас как-то пытаться Майнгеймс хотя бы по тем целям, которые возможно сейчас достать. Потому что когда вот эта Медуза с плюс-хлотом относительно ВК выйдет, ВК, я думаю, не поздоровится. Да и шторму тяжело с Медузой будет. В общем, да, здесь как-то выглядит все очень-очень опасно. Мы вчера комментировали с Дарьей игру, где Afterlife был на Пангольере. У него был там маленький Нетвор, самый маленький среди коров. Но он сыграл 5.0.25 или что-то типа того. То есть там даже маленький Нетворц позволял герою за счет своей силы, он очень хорошо заходил против того пика, быть актуальным. Здесь я не могу сказать, что прям вот там вот эти вот 5.300 ВК и 5.000 ОД выходят и убивают Марса, Эмбера. И Медуза, учитывая, что Эмбер первым слотом делает Black King Bar, ему вообще ОД ничего не сделает. А возможно именно из-за того, что увидел этот Сайленс, который так быстро будет появляться. Эул Септер займет много времени, а БКБ решит сразу все проблемы, которые есть. И ОД, и стан от ВК, который может залететь не вовремя. Хотя его хоть задолжить можно, а вот ОД будет сложнее. Ну, Эул ненадежно, потому что ты Эулу можешь спастись от Сайланса, но... А потом импризмент, да. Урон все равно тебе влетит очень-очень серьезный. А БКБ это реальная защита от всей магии, и по сути только ВК может пробивать. А ВК пока что не особо боец, он фармит. Поэтому БКБ здесь суперсильно. Да, рана, конечно, и не так будет много урона, там не так много маны, статов. Но зато, можно сказать, неуязвимость для Эмбера Спирита. Но Шторм, естественно, не Эмбера будут убивать. Он, наверное, залетит первым делом на Пейна. Выключит его, потом займется, может быть, даже Бабкой, а уже потом будет разбираться со всеми остальными. Во всяком случае, это смотрится наиболее логично. Так, Смок прожали. На Варде вроде как не было видно сейчас. Там специально Сентрик ставили, чекали. Ой, какая сейчас Бабка приговорена, все. Но Сталинс появился, поэтому сразу нажали, Смок его реализовывается. Правда, жаль, цель слишком дешевая попалась. Но с другой стороны, у Шторма, вот просто Сталинс, у него ни кай, и не планируется ничего такого. То есть вот прям убер-дэмэджа какого-то не так уж и просто будет внести. То есть попался бы какой-то Марс, еще не факт, чтобы они бы забрали, и при этом не успела какая-то подкрепость тянуться. О, хороший вар здесь от Сома. Интересно, он не в Вижн, надеюсь, поставил лыжки? Ну нет, нет, не в Вижн, там запас большой. Я думаю, он знает. Ну да. За какое дерево он... Там, тем более, весьма неплохо показывается радиус. Я думаю, что Шторм просто сейчас стремится окупить свой Сайленс как можно быстрее, учитывая, что вот он такой быстрый, ему важно сделать первый килл, неважно на ком, там бабку забрал. Бабка плотная, опять же, поэтому на нее вполне себе нормально потратить ульт-белки, плюс еще какой-нибудь Сайленс. То есть здесь вообще, если посмотреть на героев Ашер, у них все плотное, кроме Эмбера, а Эмбер очень живучий за счет того, что у него будет БКБ и за счет того, что у него бешеная мобильность. Если посмотреть на героев Майндгеймс, то у них как минимум есть Белка, которая просто там два коста поймает и умрет. Но она может позволить себе стоять на приличный ржай, опять же, ульты кидать по кулдауну. Кулдауны маленькие, жалеть не стоят. И сами смоку на Ашера нажимают для того, чтобы и забрать мид-вышку, и параллельно подраться на того, кто придет деф. Может быть опасно. Деф и стягиваются вся команда практически, почему-то рядом нету Белки, но она там пока занимается вардингом, судя по всему, в агрессивной зоне, и пригвоздили, пригвоздили, и поймали ОД, и его будут забирать. Лишним, наверное, был уже ультимейт от Мелоди, но решили просто, чтобы никто больше не подошел, побыстрее расправиться с ОД. Опасная ситуация была, потому что Майндгеймс как бы окружали Ашеры, казалось, вот-вот нападут, и решил потратить Бэйн ультимейт. Так, Марс. Проблемки у него могут быть, но Шторм здесь один, и ему явно не хватит урона. Решил потратить ультимейт, потому что, если бы ультимейт не тратил, УД себя прячет в Астрал, живет 4 секунды, за это время успевают там все подтянуться, он дает ульту. Так, еще одно нападение на Веспана, это тратная контратака. По-моему, Марс здесь погорячился очень сильно, он сам запрыгнул, может пострадать, да, Шторм идет до конца. Найтмар есть, но нет Финсгриппа, поэтому здесь два суппорта, им просто стоит уйти. Ну, я могу сказать, что это великолепный врыв для команды Майндгеймс, они разменяли Веспана Марса, причем Шторм даже не так много ресурсов потратил. Марс сам к нему пришел на блюдечке с голубой каемочкой. Самое главное, что, несмотря на этот врыв, Медуза АФК фармит все это время, она продолжает отрываться от ВК относительно Нетворса, уже разница практически достигает, а, она уже больше 3000 даже, и ее никто не трогает, и даже нет возможности такое ощущение, что ее искать-то глубоко заходить трудновато. Возможно, из-за этого там белка ходила, возможно, пыталась какой-то вижен поставить, но не видела, что там насчет апсов, ой, попалась, но опять, вот, не вижу, что там насчет апсов было, от белки не успела заспотать, но вижу Сентряк, возможно, вот за ДВАРД уже кто-то, что она поставила. А это был шанс зачекать и не гулять ли там Медузу и забрать ее, если она одна будет. Ну, вот этот вард просто великолепно работает, сейчас еще и вражеские вард сбили здесь. Пока что очень здорово играют Майндгеймс, но вот есть действительно одно но, но оно очень серьезное, и опять же, мы вчера буквально с этим сталкивались на переигровках Медуза. То есть, как бы здорово ни играли, что бы ни делали Майндгеймс, рано или поздно Ватсон выкатится с тремя-четырьмя артефактами и может всех убить. И это будет очень обидно, потому что вы столько всего делали. Мне пока что, как и уже на протяжении последних полугода, не хватает петушары очень сильно, и в этой игре тоже. Но вот от него импакт, он буквально отсутствует. Мы смотрим, как Шторм с Виспомом летает, что делает Семен. ВК, понятно, фармит, но УД тоже только и делает, что и фармит, хотя это герой, который может и должен побольше делать. А ты не заставал наше интервью с петушарой после, наверное, последней официалки на DPC? Наверное, нет. Там как раз он говорил, о том, мы спрашивали у него, там не чувствует ли он какого-то дунгрейда над собой самим относительно квала на Интернешн, где он был главной звездой. Тут у нас пока квалы еще не скоро следующие будут, но зато есть эквценты от Винлайн, и 2.75 на Майндгеймс, и 1.36 на Ашер предлагается прямо сейчас. И действительно, Майндгеймс немного отстают, хотя одна драка буквально может перевернуть все с ног на голову. Ты к тому, что это не его герои? Пул не его героев сейчас в мете. И возможно, следующий патч в этом плаве поправит немножечко ситуацию, но вот ему самому сложнее играть. У меня к петушаре тогда был бы вопрос, это ты играешь в доту, или дота играет в себя? Слушай, мне кажется, это каждый второй игрок жалуется, что, допустим, не его герои сейчас в мете. Ну так это же ты, киберспортсмен, и ты можешь поменять свой пул под мету. Это не мета должна. Ты не можешь сидеть годами и ждать, когда твои герои. Я понимаю, прекрасно. У тебя бывает такое, что ты не можешь на каком-то герое играть, он тебе просто противен. Ну, знаешь, не просто противен, он не нравится тебе. Да, у меня 121 такой персонаж, на котором я не могу нормально играть. И Марс в том числе. Но есть одна большая разница между мной и петушарой. Я не киберспортсмен, и мне это, в общем-то, для меня это не так больно, да. Я просто смотрю и наслаждаюсь, как как раз-таки петушара играет не на своих героев. Вот в чем разница. И здесь, ну здесь пока что Рошана забрали Майндгеймсы, пока им забирали Терзавышку. В принципе, размен вроде как неплохой, но насколько он устраивает самих МГ, учитывая, что Медуза продолжает быть очень-очень расфармленной. Вот Аегис отдали Штарму, сейчас нужно обязательно его реализовывать. В общем, я к тому, что можно играть все, что угодно, но факт остается фактом, что тройки Майндгеймс нет в очередной раз, и непонятно будет ли, выйдет ли погулять. Вот вчера на перегруппах мы такого же увидели, отблизи, правда. Да, точно такой же, прям один в один. Тоже он не вышел. Но здесь пока от него толком-то и действий не было, то есть весь его, в принципе, импакт и какие-то вообще события на карте закончились тем, что он Т1 вышку снес, и с тех пор он продолжал фармить. Выформил себе Линзу, Аганим не покупал Шарт, купил, значит, видимо, сейчас, и будет фармить Аганим. То есть он пока этот джентльменский набор не дофармит, вероятнее всего, и не будет особо пытаться. По-хорошему еще БКБ надо, но, возможно, будет пытаться как-то в позиции играть. В общем, здесь так или иначе слабо нужны. О, так, 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 Эмбер, но у него уже БКБ. А Релакит есть, и будут пытаться сейчас его фарк уснуть. Есть БКБ, действительно, а через БКБ контролить нечего. Ну вот, отличное приобретение. Блэк Кингвар, мы сами видим. Если бы он купил все, что угодно, ему было бы сложнее, потому что после Юла можно получить моментальный сайланс от Штарма. БКБ работает. В идеале он мог вообще нажать его, успеть до Метеор Хаммера. Ну, 9 секунд на БКБ потерял, справедливости ради, а, ну, по сути, Майн Геймс не потеряли здесь ничего. Сейчас бы наказать вот за это, за то, что Эмбер потратил БКБшечку. Они вроде бы ничего не потеряли, но Шторм потратил, Виск потратил Релакит, привез Штарма, сейчас нужно как-то опять подсобраться. В общем, нужно давление от Майн Геймс, потому что они так здорово вроде все делают. ФН качается, классно, делают какие-то фраги, 4-0-1. Но этот 4-0-1 превратится в 4-2-1 и проигранную игру. Вот как это часто бывает. Ну, не вывезет здесь Шторм Медузу. Крепочка не добил. Да, это боль. Больно будет потом ВК, который сюда фармить ввезет. Там работяги, надеюсь, найдут, вычислят Крепочка по IP и быстренько его там анигилируют. ВК, что у него? Дезолятор, блинг. 11500. Ну, подбирает нормально. ВК хотя бы вот на третью позицию вышел. И такой хороший физический ВК, которым сейчас все играют через Дезоль, мета последних. Вообще интересно, сейчас этого хватит. Там кого-то фокусят на медиа? Нет, это иллюзия. Просто иллюзия. Интересно, там вообще получится сейчас пробить Медузу вот с таким набором на ВК? Мы просто хотим попробовать. Да, я думаю, что определенно получится, потому что у него в команде есть еще очень много героев и очень много демеджа и магического различного, поэтому один может быть в ВК... Ой-ой-ой, какой... Как залетела, но тут же залетает сюда Марс. Убивают Бэйна. Ну, шторма Егис. Он нажимает ВКБшку. Жесть, Медуза его... О, Медуза ДД! Так, ну, Медуза ДД, но пока что ее прячут. Нечем чистить это ДД. Придется отступать, видимо. Хотя не хотелось бы. Все-таки есть еще Егис неразмененный, и надо продолжать драку. Семыч поймали, Семыч убьют. А так хорошо драка ведь начиналась. То есть они забрали Бэйна без байбэка, у которого не было скастовано ничего. У него Финс Грипп даже не был использован. Но, видимо, все-таки Медуза ДД слишком сильно напугала. Если нечем чистить ДД, действительно, это большая проблема, потому что Медуза чистит лицо. Очень здорово любому герою. Тут-то... Ой-ой, ну я не знаю. Это может быть очень рискованно. Шторм залетает. Пошел ультимейт от Снэпфайр, прикрывающий Лимитлос живой, врывается сюда ВК. Но Медуза сейчас всех положит и без ДД. Хотя пока что Лимитлосу удается забрать. Медуза подкрадывается, подкрадывается. Нет, нечем тут цепить. Отлично работал. ОД сейчас поработал хорошо. Они вдвоем смогли выброс. И ОД очень сильно продлил жизнь Виспа. Это помогло всей команде вообще отсюда уйти. И из-за его Астралом Призмента только его и забрали. И размен Виспа на Марс, это отлично. Жаль, конечно, что по сути с этого файта ничего не поднял их Кэрри, но он здесь и не участвовал. И жаль, что как бы не получилось что-то больше за Егис выручить. Но с другой стороны еще минуту до конца Егиса. Хотя нет, они не успели играть под раз. А Егис, да. Шторм пытался. Я не могу сказать, что ФН действовал неправильно. ФН прям... О, кстати, Крипок там умер тот самый, оставшийся. ФН пытался. Он постоянно танковал. Но как-то ему не хватало урона, чтобы умереть, переродиться. И его, в общем-то, и не стремились добить, понимая, что это бессмысленно. Поэтому А Егис пассивно так реализован. Попытались навязать пару драк, навязали пару драк. Но что мы видим? Медуза как шла. Топ-1 по Нетверсу так и идет. И она по ДД разваливала жестко. Но опять же, и без дабл дэмэджа она сейчас будет наваливать. Потому что она собирала себе артефакты пока что больше на статы на выживание. Она сейчас будет покупать, скорее всего, Дейдалус. Не успеет, Реген, забрать. Причем тут Белка поставила дерево, там, встала. Тщетные попытки. Сборку Медузы очень хочется посмотреть. А у нее Скадзи был. Она собрала чуть ли не первым сладом. А ну вот, да. А на Дейдалус, я думал, что он может сделать БКБ, попытаться, но он прям сразу делает Дейдалус. В принципе, нет смысла особо, потому что здесь столько героев, которые цепляют, что, в принципе, ее задача бить по тем, кого держат. Они все могут только менять в процессе, там, допустим, потому что самовынгрипп или пока варенье. Я думаю, следующим артефактом все равно БКБ будет. Да нет, мне кажется, можно бабушку попытаться. Хотя, ну, вот нужен какой-то крепкий файт понять, тебя ОД пробивает сейчас или нет? Не в этом дело. Дело в том, что, ну, вот представь, идет драка, в Медузу залетает какой-нибудь стан, и она просто не бьет. Потом еще один. То есть ее не убивают, но она не может нанести урон. Если она нажимает БКБ, то она под любой контроль с такими артефактами будет просто разваливать. Но, действительно, и без БКБ, если Медузу не придержать, она здесь убьет абсолютно всех, потому что ВК на данном этапе игры имеет маловато брони. Все-таки, да, армлетик есть, но она его разложит. Ему вот после БКБшки какую-то керасу, и будет уже... Мне кажется, что вопрос о БКБ будет остро становиться, когда будет появляться хотя бы намек на то, что Аганим собирает себе шторм. А до этого момента тут контроля не так уж и много, чтобы бояться. И тем более, знаешь, что такие вот есть товарищи, вот на мотив Эмбера, которого хочется все-таки поймать, типа того же самого Финзгриппа, который хочется сбить. То есть вот такие вещи, на которые тоже хочется вкусно внимания. То есть ты думаешь, что на него не хватит контроля? Да, или если хватит, там какой-то, знаешь, один на Бласт, от БК залетит, ну и что? Залетит, да залетит. То есть ничего такого страшного из этого. Точно не убьют за это время, точно кучу времени она не потеряет. И можешь собрать пункт бабочку и просто с дикой скоростью атаки бить. Ну или слипплинк, например. Да, пока что... Или дает ауста фарш. Пункт бабочку, никто не хочет с ней размениваться. Размениваются просто по сторонам, но верхнюю вышку не добили, партификейшн помог. И мы видим, как Ашеры очень хорошо захватили инициативу. Прямо все, что им сейчас нужно делать, это пускать свою Медузу вперед, чтобы она шла, ломала ТВРА, и аккуратно смотреть, чтобы там Шторм не залетел как-то. Шторм Сен-Джин-Каю собирает пока что. Стандартная сборка. Вот сейчас подставляется Висп, но это рискованно. Но он специально лицом торговал, чтобы Шторм успел уйти в случае чего. Он справился со своей задачей. В итоге минус Вис. После этого сейчас пойдут Ашеры по линии и будут забирать, наверное, обе вышки. Наверное. Да вот до чего-то конкретного хотят захалдить Майн Геймс. Возможно, до какого-то слота на ВК. Он БКБ собирал после Дизолятора, да? Да. Вот. И, возможно, БКБ ждут. Хотя он, мне кажется, уже должен был его собрать. Я думаю, что Майн Геймс просто не могут придумать, как им подраться с этой Медузой. Она просто идет. И вот что с ней делать? Нужно куда-то залетать в Шторму, цеплять суппортов. Но остальная команда помочь не сможет. Суппорты хорошую позиционку держат. Ну, вот просто стоят, вот они вдвоем лупят вышку. Никто даже не выходит. Как будто у Медузы и у Эмбера по Аегису даже не пытаются сражаться. Наверное, дофармливают действительно это БКБ. Я думаю, они просто хотят драться, знаешь, за что-то, за Рошана. В Рошпите драку организовать, когда ты, как бы, нападаешь. На Миде, бабка. Бабка подставляется. Есть шанс ее забрать. Белка уже натягивает тетю. Очень много урона. И под Сайленсом. Ну, Найтмар великолепный. От Мелоди не дал никаких шансов. Очень круто сыграно. Снэпфайр с Меккой, с Глоскиптером выживает. Вот даже так уже не хватает урона для того, чтобы очень плотный пик. Действительно, каждый герой обладает внушительным количеством ХП. Перстануть его не получается. А там и Найтмар подсейвливает, и Мека, и контратака может начаться в любой момент. Да вот сейчас смотришь на ВК. Он вроде кучу всего собрал. И блин, и дезоляторы, и армлеты, и БКБ. Но вроде ни одного крутого слота нет. Ни на жир толком, ни на демэдж. Вот по-настоящему прям так. И вот прям всего не хватает. Интересно, будет ли он долго жить с этим БКБ в драке, когда она будет. Потому что пока он не в одном файте реально участвовал. Я думаю, что до Кирасы шансов против Дузы у него нет. Вот, да. Тоже мне так кажется. А после Кирасы у Дузы появится еще один слот, и опять шансов не будет. Вот та самая бабочка, знаешь, ничего. И что ты будешь делать? Да, он ее в жизни не пробьет. Так, тут нападение на Эмбера, но он даже БКБ не стал нажимать. Он просто на креативе и бешеном микро уходит отсюда. Так, Ватсон. Вот, как раз криты собрал, доедал, съесть, и теперь будет делать бабочку. Ну да, да, он тоже не верит, что вообще против него хоть что-то смогут сделать. Максимум ОД, но мне кажется, он развалится гораздо быстрее, чем до Медузы дойдет, дать ей хотя бы один Астрал. Вот в этом проблема. Ну, с бабочкой реально, если он... Крит вылетает, и все, и ОД с такой сборкой. У него там линза, аганим. Там кого-то пригвоздили, поймали Белку. Белка погибает, хотела ульту, но последок дать, не успела зарядить. Не, по-моему, он даже выдал. Но такой, кого он там удивит этой ультой. Вот она как раз-таки слабость и тонкость суппортов. То есть здесь буквально там Марс летает, копье, удар, залетает Эмбер, и все, и погибает. Я практически уверен, что бабку так же быстро или там Бэйна забрать не получится. Они гораздо более плотненькие. Заходят по верхней линии, Тир-2 уже спушена. Я думаю, что самое время задуматься о Рошане, тем более, что он появился. И аккуратно подвестись к этому Ашер должны. Не рискуем, может быть, стилют соперника на базу сейчас, вот как они делают. Нет, просто Ватсон заходит по барабану и бьет Рошана. 20-2000 на то же. Если сейчас после этого Рошана зайдут на хайграунд Ашер и Майнгеймс напишут ГГ, потому что умрут пятером, то это будет самая печальная катка за все последнее время. Потому что, мне кажется, нет ужасней варианта, где ты проигрываешь даже ни разу не потравшись толку, даже не попытаешься. А тебе не кажется похожей эта игра на вчерашнюю с Медузой? Прям один в один, по-моему. Там что-то, знаешь, там скорее была проблема в том, что в один момент начали плохо лезть на них сами. Вот пытаться ставить травку, не получается, на этом проиграли. А здесь вот просто АПК. Ну, просто одно и то же, что там полезли, Медуза всех убила, что здесь сейчас Медуза пойдет. А тут не лез никто. Да, тут никто не лез, но итог тот же. То есть Медуза, которой ты позволяешь так много нафармить, она не оставляет шансов. И то, что все усилия, вот у ФНа 4-0-3. Я думаю, что 4-1-3 или 4-2-3, у него реальные шансы закончить эту игру. Можно жалеть о не сделанном, а можно сделать и не жалеть. Ребята, жмите смоу, давайте подеремся хотя бы напоследок. Это против Медузы вчера Сикер забежал у нас на хайграунд? Или что это было за кадром? У нас, помню, вчера было две игры, где Сикер против Фантомки играл, по-моему. А, Сикер против Фантомки нет. Я пытаюсь вспомнить, что было в игре с Медузой, как там все перевернулось. Но она в моей голове прям выглядит уже как это, один в один. Я по-моему, там был Сикер против Медуза как раз-таки. Они хотели темповать, темповать, а потом в один момент Медуза вышла, накостыляла им. Они проиграли Драку и проиграли игру. Вот, они там до этого момента катали их по всей карте минут 20. А здесь, ну, никто не активничал толком. ФН пытался развлекать отдельные таргеты, потом команда в один момент перестала ходить соло и все закончилось. Попытка убить Эмбера вообще просто настолько жалкая и... Вялая. Да. Он ждет... А, вот сейчас может? Нет. Он ждет, чтобы нажать БКБ, потом нажимает, потом он бежит эти там 7-8, 7 секунд максимально далеко. За ним все бегут, на него смотрят. Только после этого он уходит. Смог еще раз. Вот теперь уже поинтереснее. Теперь Эмбера можно забрать. Здесь Снэпфайр. Снэпфайр нужно цеплять. Снэпфайр от ВК получает очень хорошую плюху. Омарс залетает на ВК. Шторм пытается разобраться с Бэйном. Неплохо Бэйна пробивает. Он под Сайленсом. Бэйна также забирают. Минус 2. Байбэк идет от Бэйна. Да, Бэйн вернется обратно. Эмбера подцепили. У Эмбера нет. Блокинг. Бару ульта от УД. Эмбер 74 секунды в таверне. ВК также убивают. И вот она. Приходит Медуза. Только сейчас жмет Блокабэшку ВК. Ой, как лицо-то сыпется. Сэмон Джесс не живет. Он в таверну отправится. Но одна радость. Выбили два байбэка и Эмбер без байбэка умер. Ну вот смотри. Сейчас они решили, что драться, когда к ним уже полностью готовые Ашеры зайдут на хайграунду, это не вариант. Надо чем-то удивить. Навязать где-то драку, где они не будут ее ждать. И в принципе это получилось. Они потеряли только одного ВК. Жаль, что это был первый файт и закончился смертью. Но anyway, попытка была и все началось хорошо, потому что нужные таргеты им под руку попали. Самые слабые, самые хилые, самые опасные, если их отпустить на рейнджу. Идеально все получилось. Эмбер без БКБ. Ну вообще здесь и Ашеры тоже ошиблись. То есть Эмбер вот так вот потратил БКБ. После этого суппорты очень долго сбивали Вижн. Подставились вдвоем. Как-то байбэкались тоже не сразу. Но даже такую драку, прям сказать, что выиграть. Медуза пришла и убила. Все. То есть вот в этом была проблема. То, что Медуза пока не решаемая трудность. И что нужно сделать, чтобы она стала решаемой? Найти ее где-то абсолютно одну и завалить в пятером. Как-то решить эту теорему Медузы. Мне кажется, это же аксиома Медузы, то, что такая Медуза не проигрывает никогда. Ну вот посмотрим, посмотрим. Думаю, что Майндгеймсы попытаются опровергнуть это утверждение. Аксиома не опровергается. Ну, тогда пишите ГГ или Вайте. Но тут, к сожалению, пока ВК, я думаю, когда Ресница еще успеет дать файт, но едва ли вот при всех прочих равных они ее пробьют. Команда готова к тому, что на Медузу будут нападать. У нее есть Аегис. Даже если каким-то чудом она сейчас один раз погибнет, то второй раз это уже не провернуть. Так, прячется иллюзия. Ну да, рулетка. Но в казино ему сегодня лучше не из себя. Максимально без боя отдают бараки. Только сейчас выходят в смоках. Пытаются кого-то найти, но там тоже вся команда в смоках. Находят в итоге Марса. Находят Эмбер. Белка заряжает свой арбалет, но погибает очень быстро. Пока подсыплю, есть Астрал. Да, но второй раз тоже очень быстро теряет ХП. Бэйна Стерли неплохо. Белку все-таки убивает. Она байбэк. Если Виспо убивает, он тоже может байбэкнуться. А здесь Медуза. Медуза против ВК. Кто кого? ВК хочет нанести ответный удар, но не может. Потому что Медуза имеет 28 тысяч. На Творца. Но вот он к ней подойти не может. И заскать, а она начинает его лупить. Он просто прийти к ней в упор не может. И прожимается Столгейс только сейчас. Сейчас потеряны трое у Ашер, кстати. Но Севен Джессу только первую жизнь потерял в размен. Дает сейчас танк. Так, так, так. Шанс. Рейбл наготовил. Он чего-то ждет. Он чего-то ждет. Есть еще один Астрал. Рейбл просто немножечко пистами пытается работать. И покусят. Медуза сейчас одна. Медуза сейчас сманна. Это лучший шанс. Надо забирать. Там Аегис еще 34 секунды. Нужно что-то с этим придумать. Ну, надо просто выгнать Рейбл и убить его еще раз. Не бить его 34 секунды. Но он вас всех положит за 34 секунды. Ребята, это не вариант. Там Марс вернулся. А Ватсон до сих пор не потерял Аегис. Севен Джесс сейчас может умереть. Но есть Рейлокейт. Цейвится. А цель? На Петушаре сейчас может погибнуть. Еще и Петушаре на ЛОХП. Белка кидает у Медузы. 14 секунд. Остается. Он все против Астрал. Ну, должны сейчас похоронить по идее Лимитлуса. Он сейчас на крипах будет фидить. Он фидит на крипах. 5 секунд. Его пробивают. Но он переагривает крипов. 3 секунды. И Медуза все-таки теряет Аегис за 2 секунды до конца. Это было достойно. Это они его ждали. Они сейчас атакуют. Так, смотрим. Медуза влетает. У нее урона. Как же много от ВК. И все-таки справляется. А можно Файт Рекап пока он не убрался? Неинтересно, кто убивал всех пока ВК умирал. Файт Рекап в студию. Застал этот Файт Рекап? Это все ВК ты и убивал. И Шторм покатался. Отлично. У Дэ тоже успел нанести кучу дэмэджа. Но он наносил, я видела, в основном в арену Лимитлса, которая уже на хайграунд ставилась причем. Слушай, ну в итоге все-таки не аксиома Медузы. В итоге все-таки ее даже дважды смогли убить. Но это был нем. Да, это довольно забавно. Мне кажется, они зря так долго из нее Аегис не убивали. Они бы второй раз ее очень быстро развалили. Потому что у Медузы была кинг-бара. Нет. Да и на самом деле, будь у нее была кинг-бар, раскайтить ее это время было бы не проблемой. Она просто, скорее всего, ОТП бы успела сделать. Но без тиммейтов она не вывозит пятерых. Понятное дело. Мне кажется, что, наверное, зря так задавили Аширы, то, что они начали прав на хайграунде вражеском драться. То есть Медуза вполне может способна с Драгонлендсом с Ренжи все это дело хорошо пить, а они прям так далеко зашли. Ответ, у Медузы есть байбэк. У Марса байбэка нет по понятным причинам. Он байбэкался и Майндгеймса. Неужели Майндгеймса... Ну вообще крипа хватит, чтобы так и так далее. Ну смотри, пачка крипов новая подходит. И они разводят как минимум Медузу на байбэк, а Марса знают, что не будет долгое время. Могут снеси Р-3. Да, лучше Шторм отдать. Они же тут два стоят. Шторм полетел. Бэйн там в шадоу-мулете спрятался, стоит, ждет хорошей попытки. Отдают центральную линию. 9 секунд до Медузы. ВК не отпускают. Прячет его. Но он в слипе. А тут релокейт есть. Его увезут в случае чего. Так, и Висп уже заряжает релокейт. Да. И увозят. Ну, Виспа забрать без байбэка. Тоже вариант. Да, возможно сейчас есть смысл не торопиться. А Шерам еще слот нафармить и Рошан подождать. Рошан очень долго. О, смотри, фишки. Фишки, демки, мувики. Нет, не работает. Спрятал в Астралу Дэ. И он в Астрале передвигался. 88 секунд без Виспа. Можно попробовать пойти по миду. 88 секунд. 4 на 5. Мне кажется, вполне себе нормальный вариант. Учитывая, что медуза все еще настолько же сильная. Ну, нужно что-то делать. Явно. Просто вот так вот пофармить. Ждать Рошана. Пока есть возможность напрячь соперника. По левелу тем более выпал. На самом деле они сейчас могут гораздо эффективнее пропустить. Так, на Эмбера нападение. Привязывает. О, урона-то много. И забирают Эмбера. 85 секунд. Какой фит. Ну, а и фэнчик красава. Наносит ответный удар. И Сема здесь оказался очень вовремя. Неужели Майндген зацепится за эту игру? Ну, они прям делают все возможное. Так, медуза делает линку. Медуза БКБ нужен. Без БКБ здесь довольно грустная история. Слишком много всего. Потому что ее прячут. Вот просто начинается драка. УД прячет ее в астрал. И все. И она сидит в астрале. Он прячет еще раз в астрал. Если честно, я не знаю, согласиться с тобой или нет. Потому что... Я понял, что ты, как и Ватсон, не брала бы БКБ ни в какой ситуации. Нет. Я просто думаю, знаешь, там последняя драка, где медуза умирала, она длилась, ну, минуты две. Если не соврать. И из-за этих двух минут у нее БКБ будет в лучшем случае секунд девять. Сильно это исправит ситуацию? Ну, а линка что исправит? По крайней мере, первым темпом ворваться можно будет. Ну, то есть, напасть на ОД, а может он успеет в ответочку кинуть один астрал, и он собьется линкой. То есть, вот, предсмертный клип у него. Классно. Но на нападение... А потом он кинет второй астрал, и ты будешь сидеть в астрале. В то время как с БКБ первым темпом напасть можно просто нажав БКБ и сделав то же самое. И у Майндгеймсов нет ничего против Блокинг Барра. Может, Хекс? Это тому стал причиной. Не знаю. То есть, ничего-то конкретно одного. Я не могу понять, зачем здесь линкенсфера, и обосновать ее никак. Слишком много всего сбивает. Зазвони Ватсону. Платорн, Хекс, Стан ВК, два астрала ОД. И это все работает великолепно на линкенсферу. И это еще не предел. Там еще и ВК 0 и Файр, видимо, делает для того, чтобы цели убивать. И это тоже будет, кстати, замечательно залетать. В общем, интересный этим билд, но не совсем понятный. Действительно, не только лишь все могут обосновать его. Я не могу. Ждут Рошана. Теперь уже, да, теперь уже только ждать Рошана. ВК оставляет деньги на байбэк. Но я думаю, что все сейчас будут оставлять деньги на байбэк. У Шторма супер жесткий билд. Очень много урона. Еще и Таймлесс Релик сверху. И это еще не конец. Он еще бахнет Шиву сверху. Вот его билд не вызывает вопросов. По Таймлесс Релик бы еще Аганимчик бахнуть. И Аганимчик, он с удовольствием бахнет. Возможно, как раз-таки с Рошана, если не хочется выиграть. Да, да, это факт. Халявно Аганим от него не откажется. Тем более, что все остальные, что в нем крайне нуждался, они его собрали. Ну и драка будет уже за Рошана. До него осталось 26 секунд дополнительного таймера. Совсем скоро начнется развязка. Пытаются аккуратно чекать этого Рошана сейчас и Ашеры, и сами. Мне уже у Майндгеймсов нравится побольше то, что происходит. Потому что действительно Ашеры стали заложниками этой Медузы, которая обладает огромным Нетворсом. Так, у нас от Пушлини пошел. О, а здесь могут затапить драку на возврате. Сейчас довольно опасная ситуация. Что будут делать? Если спалят контору. А вообще должны спалить. Вообще должны убились. Да, да, да. Но ВК... Нет, не видят. Марса видят. Ставят. Что-то радовато. Он поставил арену. ФН БКП прожала. Весьпа можно фокусить. Весьпа надо фокусить. Заплевывает бабка. Это получается сделать. У ФНа закончится БКБ. Он попытается уехать. Мана закончилась. Но этого расстояния должно хватить, чтобы спастись. Петушара тоже уходит. Минус два саппорта. И это повод зайти на Рошана. Да, байбеков у них нет. Об этом прекрасно знают. Ну, конечно, очень необдуманно сделал сейчас вот это действие Висп. Он просто позволил сопернику суперкомфортно напасть. А кто же на что они видят? Скорее в этом проблема. Видишь, там в синтрах же их стоит. Они думали, что никакого Вижена нет. И никто не узнает. Ну, слушай. И они плюс-минус представляли, где находится соперник. Увидели релокейт. И просто потянулись. Все было очень логично от Ашер. И сейчас забирают Рошана. Что в Рошане у нас? Это второй или третий, во-первых? Второй, насколько мне кажется. То есть это шард. А, я не знаю. Давайте кликнем. Я чуть не помню. Я потеряла еще от Рошана. Да, такая игра. Что? Мне кажется, только один Рошан у нас был. Которого как раз Ашер... Точнее, Майнгейм забирали, когда Ашеры пушили в ответ. Они на Д3 тогда помощь заходили. Нет, это Сыр. Да, да, да. Сыр и Аганим. И Аганим. Студя по всему, для Дузы. Да. Дуза подбирает его. У нее теперь еще более весомый Нетворс. Жестко, жестко. Дуза. На байбэк тоже, по всей видимости, деньги есть в случае чего... А, нет, нету. Не хватает 500 золота. Чуть-чуть. Ну, может, в любом случае, ее пока будут убивать два раза, вполне возможно, эти 500 золота появятся. Прыгает УД, сбивает Линку, прячет в Астрал следом. Ну вот, Линкад сейчас откатится. Команда рядом, позиция. Они просто ждут, когда нападут на Медузу. В принципе, абсолютно грамотное решение. Даже пускай ее убивают. Она за время, пока ее убивает, может, а в ВК по-кабараке есть и в сторону все равно снести. Да, ну ей нечего противопоставить, конечно. Пока у нее Эггис, тем более. Так, сбивается еще раз. УД прячет себя, потому что там еще Лотос появился. А, да, Лимитл сработает. Нормальная, нормальная тема. Так, ВК вызывает, Роботяк прячет в Медузу. Шторм залетает, понимает, что с Медузой нужно в последнюю очередь. Стирают Бэйна, неплохо. 52 секунды, есть байбэк, но не факт, что он будет байбэкаться, Медуза нажимает стунгейстом. ВК мансит всеми силами, просто пытается убежать ВКБ сейчас закончится, его пробьют. Минус первой жизни может быть. Пока что Астрал сейвит позицию, пытается настрелять бабкой для того, чтобы хотя бы замедлить его где-нибудь назвать ее Рейбл, тем самым дает шанс, а там тем временем влетает ВК в бабку, Айяндиск срабатывает, но тут же Хекс сверху. А, ответка будет, ответка будет, кто-нибудь пойдет, там реинкарнация до сих пор есть, и отхилился при этом уже Саван Джессу, прячет бабку, бабку решили продавать. Нет, рядом Лимитл, он спасает положение, Фэна пригвозили, Фэн в контроле находится, надо чем-то поддержать. Есть от Мелоди ультимативная способность, она сбивает с ним самим или кто-то сбил. Ой, хорошо, как залетает, сейчас Марса забирают, бабку тоже добирает в итоге ВК, Шторм пошел дальше, душит, не останавливается, и Фэнчик разбивает иллюзии, здесь это Бэйн, это Бэйн, который стоит в шадоу-амулете, но нечего просветить. Он с байбэка, он с байбэка, если умрет, его долго не будет. Медуза, Медуза, Медуза убивают первый раз. Хорошо. И БКБ, ой, БКБ нету. Так как же ты задрал-то, а? Да потому что сейчас он умрет, он сейчас умрет, и у него, у него есть деньги на байбэк, правда, да, пытается, но один здесь в поле не воет, безусловно. Шикарно. Майнгеймс, они все-таки смогли в один момент, где-то минут, получается, 20 назад дождаться того самого случая, чтобы можно было напасть и дать бой. И один файт, который они выиграли, второй файт тоже не оставил сомнений, то, что сейчас Ашеры вообще ни при каких условиях без Рошана драться не могут. И теперь, наверное, для них такая ситуация, что они не должны задать на своем хайграунде, пока на них нападут, и только от этого строят свою драку. Очень круто сейчас. Все сыграли, УД подсевлил. Фэн прям залетает в этих суппортов, не дает им никакого шанса что-либо сделать. Ну, прям вот отыгрывают свой пик на 100%. Ашеры просто против этого ничего не могут сделать. У Лимитлоса очень противная ситуация. У него только накапало на байбэк. Если сейчас он не байбэкнется, ну, соответственно, как бы рейснется, вернется обратно и умрет снова, у него снова будет не хватать золота на байбэк. Но там уже накапать можно и не успеть. Так, и вторая сторона падает. Медуза байбэкаться не хочет. Ну, байбэкнется, если Марс нападет, хорошо, мне кажется. Глейф кастуется. А ну, ВК тут спокойно под виском стоит, отпиливается. Да у него и фликер, у него и ПКБ, у него и реинкарнации и визу спиной. У него, на самом деле, тут какой бог запасы. Да, у него реально много. Мелоди стоит в инвизе. Найтмар. Ну, визу наверняка разбудит. Полетел шторм, но не слишком далеко. Понимаю, что давить не стоит. Можно аккуратненько забрать бараки и просто отступить. Это уже будет большой победой. Такую тяжелейшую ситуацию. Майндгеймс потеряв сторону, потеряв потом еще и вторую, отыгрывают сначала первую, затем ломают низ сопернику и на сорок шестой минуте ведут шесть тысяч. Но я боюсь, что эта битва все еще не закончена. Все еще эта медуза может нанести по ним ответный удар. Вот это вопрос. И, на самом деле, очень важный, потому что игра, по сути, абсолютно равна. Шесть тысяч разницы, не разница. Байбеки есть у всех, кому нужно. Бэйн, разве что, вот он в последнем файте, который у нас был с Айегисом, байбекался, вернулся обратно и байбекнулся. Единственная радость в том, что он уже успел умереть после байбеков, поэтому присидеть не так долго в таверне, как мог бы. Да, Бэйну, конечно, очень сложно против Шторма играть, ему нужно как-то выбирать позицию. Плюс, даже если он все-таки поймает Шторма Финсгрипп, есть шанс, что его подсейвят УД, например, Астралом. А, возможно, это и случилось, кстати, потому что там в последнем файте была ситуация, то, что ФНа пригвоздили, потом его Финсгрипп и держал Бэйн, а потом я вижу то, что у него руки опустились, то есть он присказал кастовать, а ФНа я в текстуру потеряла, и, видимо, на него Астрал кастанули. Да, Петушара вот все-таки он включается, и действительно, он вот подсобрав свои слоты, теперь уже можно сказать, что он действительно много сделал, у него и урона, как мы видим, после ВК на втором месте идет. Так, решили сами редко атаковать Ашеры, но этого ждали, этого ждали Майнгеймс, и в итоге арена потрачена, но ФН прожал БКБ из плюсов. Да, БКБшечку потратил. А еще линия горит. Ну, это сейчас спокойно отдепуется, все-таки с другой стороны они сломали сопернику, вот поэтому здесь ситуация равная, мид и у той, и у другой стороны упал. О, тут паритет, да. Ну, теперь можно поинтересоваться... А, Swiss Blink медуза фармит, как раз хотела узнать, что у нее будет появляться. Я принципиально... принципиально игнорирую. Ого, а вот это графики. Да, тут действительно был очень солидный шанс закончить игру, на самом-то деле, у команды Ашеры еще минут 20 так назад, но закончилось все тем, что мы до сих пор играем, и теперь уже далеко не факт, что Ашеры смогут это выиграть. И момент абсолютной силы этой медузы, он был выпущен. Ну, все сейчас зависит от Шторма целиком и полностью, потому что если он залетает в Бэйна, потом в Бабку, его практически невозможно нормально поймать, как-то сконтролить. Он слишком мобильный, у него слишком... во-первых, много маны, во-вторых, у него там слоты такие бешеные. Блатторн Хекс, он еще доделает Шиву, и потом еще там все, что угодно может взять. Ему будет очень много маны, просто безграничный ресурс. И да, медуза, понятное дело, что она его перебьет в один на один, но он оставляет медузу прямо на десерт, на самое сладенькое. И Ватсон уже вторую драку к ряду, остается у нас один против пятерых, и его, естественно, забирают. Что даже на медузе невозможно убить пять человек, если у них совсем там, конечно, не пустые герои. Так, ну что ж, будем теперь наблюдать за файтом, видимо, за Next Roshan'a, который ближайший состоит. Да, важнейший. Там уже все повырапы, они так нужны, и Шторму Аганим нужно подсобрать. Вот до сих пор надеется на халявный. Ну, он копит на Шиву, плюс на байбэк оставляют, у него не так много денег. Все-таки карты сейчас уже чистятся всеми героями, и пространство весьма ограничено, артефакты дорогие. С другой стороны, там и бабка бы забрала с удовольствием, и Бэйн. Кстати, Бэйн очень круто. Смотри, ну на байбэк нужно еще накопить, не факт, что он успеет, кстати. А вообще, в пике Майнгейм самое приятное, что сейва безумно много, и Висп, который, если получит сыр, он вообще кого угодно вытащит из того света. И то же самое будет касаться всегда ОД, который в последних файтах отличную позицию занимает и сейвит всех от всего. Аганим у Белочки есть. И Шторм даже, если вот его заберут, у него будут на байбэк деньги, он байбэкнется и может на всю ману ворваться. То есть потенциально даже у Майнгеймс как-то побольше интересных возможностей. Но здесь Ашерам нужно тоже отвечать, им тоже нужно залетать на мемберу Виспа, как-то пробивать его в ОД. Вот знаешь, нужно как-то одновременно и Виспа ультимативно законтролить, чтобы вообще ничего не нажал. И ОД. Это самая опасная вещь, потому что они очень сильно ругинят все в файте. Астралами, тизером, релокейтами и так далее. И раньше, знаешь, обычно в таких драфтах проблема, самое главное, это Висп. Вот его как-то законтролить и бить. И то не все с этим справляются, чтобы по-быстрому бить Виспай, найти его вообще в принципе. А тут еще и ОД постоянно гадят. На, ну вот как-то вот в этих героев влететь, их задизейблить, чтобы они занимались там Эмбером и в этот момент разделаться со Штормом. Ну, тяжело придумать, на самом деле, хороший план для Ашер. Им круто было играть, вот пока они шли. У них Медуза могла просто идти по линии и забирать ТВРа, но они упустили эту возможность на боте, когда очень неудачно подрались. И теперь уже, если Медуза идет и пытается что-то ломать, сразу идет контратака, где умирают суппорты. Рейбл. Рейбл, Аганим, Сен-Жен-Кая. Не так много у него, на самом деле. На самом деле, зато он топ по демиджу в команде сейчас. Причем с таким солидным отрывом, где-то процентов на 30 точно относительно Медузы. Нам графики показывали минут 5 назад, и там я сама удивилась. Но такова сила Аганима, в том числе, на Медузе. Ну, Медузе еще и тоже вот бить не дает, от нее все убегают. Леймитлос прожимает БКБ, Сен-Жен-Жен-Кая. И есть от ФНа возможность покуснуть. Леймитлос откидывается в копьем, но там все до сих пор БКБшки, не попал под Бигнуму. Ой-ой-ой. Необдуманно, да, пошел вперед. Там еще Байбек и Уватсон нет, так что не дай бог сейчас с ним остальным весь драку, надо списаться. Не ожидал Эбисал увидеть на ВК, поэтому уверен был, что БКБ его защитит. Байбекается все-таки, пошла на развороте у нас драка, но можно ли это назвать дракой? Медуза прыгает, ВК каменеет, но нажимает фликер. Виз тут же на подсев, пошел бабкой, деду ультимейт, но они просто не достают до Эмбера. Эмбер, захексили его возле БКБшки, умирает Эмбер. Есть Байбек, нужно Байбекаться. ОД также сильно проседает. ОД, это большая проблема, ОД погибает. ОД Байбекается, удается. ОД Байбекается должен сейчас, Эван Джесса может поселить инкарнацию, но не теряет, а не успеют ли они вернуться к моменту начала файта? Должны успеть. Да, 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 возвращаются и нужно теперь отступать Ашерам, хотя бы перегруппироваться, потому что соперник очень-очень силен. Вот на самом деле в таких файтах преимущество, по идее, имеет, ну, небольшое совсем, но Ашер, у них там аванпост есть, и они стягиваются быстрее на драке. Но вот сейчас такие смерти были, в том числе, и с участием Виспа все это происходило, то, что они моментально просто были уже около Рошана после Байбеков. Да, 7900 урона от Эмбера, действительно, он наносит в два раза урона, ну, практически в два раза урона больше, чем Медуза. Это при том, что у него не так много артефактов. Аганим, Шарт, БКБ, Сенжинкае, то есть у Шторма, я вот не вижу на этом, потому что такое ощущение, что он значительно больше. Там сейчас Т4-вышка гореть будет, из-за того, что крипы очень сильно давят по нижней линии, но контестить Рошана Крофизносу надо. Ватсон срывается, и есть от него возможность еще зацепить Севен Джессу, помогает в этом деле Рейбл. Там БКБ уже был нажат, и нет, Севен Джессу только сейчас его нажимает, Марсу с Байбека был, так что сейчас нужно быть немножечко аккуратнее, ставить арену. Севен Джессу выходит для того, чтобы попытаться убить Бэйна, у Бэйна минус половина хп, но Бэйна сейвит, и на развороте можно продолжить драку. И Бигнум, Бигнум нажал релокейт, он куда-то хочет улезеть, вопрос подавшись. Медуза до конца идет, душит ОД, он прячет в Астрал ее, но прячет и себя, одновременно из-за Лотоса, дает ультимейт, без Байбека погибает. Все-таки Медуза додушила этого ОД, там также большие проблемы у ВК, но у него есть реинкарнация, возвращается в БКБ. Все, заканчивается, Белка, очень хороший урон залетает по Бэйну, но убить его не хватает урона. ВК погибает, будет ли Байбекаться ВК или останется? Лучше на хайграунде Байбекаться, сейчас они Рошана уже точно не могут контестить, и надо просто ждать Байбека. Белка байбекается, Белка байбекается, и ВК байбекается, да, они даже без ОД попытаются хоть как-то напрячь. Там подпушивают Р4, но крипы не смогут спушить трон достаточно быстро, да, тем более улетает Гилгир, и Рошан падает. Все повара должны быть разобраны максимально быстро. Аганим забирает Медуза, ей уже не нужен, но она кому-то определенно передаст. Ну, просто слоты были свободные в бэкпеке, видишь, у всех рюкзаки тоже заполнены, поэтому она подобралась. Ватсон взял все в свои руки и просто пошел душить этого ОД до конца через блинг, через все, что только можно. И очень хорошо отрабатывает Лотус, потому что ОД вроде хочет спрятать Медузу и отступить, но в итоге прячет и себя. В такой ситуации, наверное, лучше бы он прятал себя и пытался бы уползти на шарде. Ну, что, Медуза идет прямо в трон ВК. А тут безбайбэчное, так сказать. Только Вис поменяет байбэк, все остальные имеют его на колдауне, так что Аширы прекрасно понимают, что ситуация у них в большинстве. Так или иначе, у Медузы байбэк есть. Она его напармила в этом файте. У нее было минус полторы тысячи, по-моему, то начало его. Залетает Эмбер, убивает его, но есть Аегес, переродится через 5 секунд. Медуза практически без мана остается. Начинают бить ВК. ВК, есть вторая жизнь, нужно спасаться. Висп не успевают увести его. Ай-яй-яй, какая обида и печаль. В итоге ВК сейчас будет... Погибай второй раз! Шикарный врыв от ФН-чика. Хватит ли ему урона на Марса? Да, на Марса хватает. Но что делать с остальными? Непонятно. Эмбер вместе с Медузой остаются ломать трон. Здесь же Снэпфайр, но сейчас будет какая-то контратака. Там небольшой спин-офф. После Рошана Аганима отдали Бейну. И так редко приходится это видеть, что мне хотелось посмотреть, как сейчас Бейн в файте будет выглядеть с этим Аганимом. Но он ничего кастануть не успел. Его просто забрали? Нет-нет-нет-нет-нет. Он просто там в стороне ходил, у него на кулдауне ульта была. Ну знаешь, даже если ты с Аганимом даешь ультимейт не в ОД, то ОД просто прячут, и у тебя все. У тебя ультимейт заканчивается точно так же, как и без Аганима. Ну и ФН очень круто заиграл в этой драке. Пробивает его Медуза, Петушар, успевает Медузу спрятать. А Диск работает! Бейн дал ультимейт, но в итоге сам отменяет его. Шторм залетает, подрублен фортификейшн. Снизу крипы пытаются хоть как-то зайти и что-то сделать. Ватсон продолжает работать по трону. 70 секунд без ВК. А по трону надо идти всем. Можно попробовать, можно попробовать. Ой, ФН подставился, у ФН много контроля. Так получилось, что получил, но есть снова Астрала. Все это дело сейвится. ФН продолжает атаковать, нападает на Гилгира. Гилгира под Сайленсом и уходит. Пытается, по крайней мере, и это сделать. Но ФН слишком много лица потерял. Надо отрегениться. У него еще и мана закончился. А Бигнум погибнет. И байбека у него будет, будет, будет. Вернется, надо прожимать. Героический Дэв команды Майндгеймс. Нужно ломать Ватсону. Ватсон работает. Ватсон уходит на свиплинке. Очень круто на Петушар. Нападает, но успевает его спрятать. Тонгейст работает. Тут Дэву спевает дать ультимейт, но Рейбел в бэкингбаре. Ватсон по Эншенту без маны. Практически остается Белка, привязывает его. Еще какое-то время поживет. Виз погибает после байбека. Нужно забирать Медузу. Что-то с ней делать, но Эншент падает. И команда Хэндрейсерс одерживает победу. Но можно ли сказать, что она была простая? Наверное, нет. Они могли победить просто немного раньше. Точнее, сильно раньше. Но получилось, как получилось. В итоге все-таки, как бы сказать, простили им ошибки, что ли, Майнгеймс. И отдали игру, как и отдавали первые минут 20, наверное. А потом от них был гениальный камбэк. Но закончилось все-таки так. И без БКБ выиграл. Ну, и без БКБ выиграл. Снимаю, так сказать, шляпу. Как видите, уже снял ее до включения нашего. Вообще, надо разобраться, а была ли такая серьезная ошибка в той драке на верхней линии. Потому что, на мой взгляд, здесь в любом случае и Майнгеймса сыграли очень круто. Там и ФН две драки просто им вытащил. То есть это была чисто его крутая игра. И сделать что-то с ним было, ну, очень сложно. Просто влетает в тебя Шторм, убивает Суппорта, и все, ты ничего не можешь сделать. Поэтому определенная его заслуга есть. Да, шикарная катка. Прямо супер мясная. И до конца было непонятно, кто в итоге победит. В принципе, до последнего Майнгеймса отбейся они в этой атаке. Они вполне себе могли оставить шансы. Ну, а что еще мы с Дарей не углядели, в этой игре расскажет студия аналитики. Из максимально унылой и душной игры первые 25 минут потом произошло просто нереальное развитие событий. Мое почтение, мое уважение. Каждая команда дралась, как львы, до самого конца. И конец мы увидели на 50 плюс минуте, где Медуза все-таки закончил этот несчастный трон. Молодцы парни из Ашер. Но, честно говоря, этого вообще не играть. Унылой игру здесь тащил только Хэйпа Шторм. Да, Вован делал все, чтобы скрасить, так сказать, это противостояние. Потому что, ну, я согласен полностью, что это вообще не тот уровень, который ты ожидаешь видеть. То есть ты один команда и настолько такая возня по карте. Четыре дивизиона первого СНГ ДПС, это просто какой-то мент. Обычная игра, на самом деле, на шмотке. Вот эти тайминги они соблюдали, да. Сначала у тебя доживает Шторм с Эмбером до Блокенбаров. Формят там на 30-й минуте счет там из серии 7-7. Все, начинаются драки. Один герой убивает одних суппортов, второй герой убивает вторых суппортов. Все, брейк, расходимся. Дальше мы продолжаем фармить. Керри жрутся, ничего не происходит. И эта игра называется, значит, она рошанная игра. Да, от рошана к рошану у тебя только вот эти замесы. А с хайлайта, с 30-й минуты как раз и начинается, собственно. Первые 20 минут вообще ничего не происходило, и правда. То есть вот первая, наверное, нормальная драка у нас полноценная получилась только здесь, по итогу. В общем, у тебя эта катка делится на два момента, да. Вот когда Майнгеймс могли закрыть, это когда Шторм был суперсильный, и он спокойно убивал двух суппортов. И из-за этого потом, опять же, раскачивали вот эту супер жирную медузу, и, соответственно, еще двух коров. В Лейте, когда у тебя, мы собрали как раз бабка с Бэйном, Гасты, ION-диски, и вот это все, что может тебя сейвить, и Шторм их уже не убивает, да, там, за время БКБ, да, когда они там уже 6 секунд стало, все. В этот момент HR перехватывают инициативу, потому что тебе еще нужно, тебе нужно моментально их инсталубить, да, чтобы перебить эту медузу потом своими всеми там дизейбами. Но это у тебя не получается сделать, тебе, соответственно, выкуривает этот Блокенбард, ты летишь обратно, МС-перед тебя дизейблет, медуза тебя бьет, и уже Шторм твой не особо работает, а ВК ее без предмета, который пробивает бабочку, он не особо пробивать будет. Да, там был Муторн, но опять же, да... Ты имеешь в МКБ хотел сбить? Да, МКБ же хотел сбить именно на ВК. Потому что, да, но все равно, в любом случае, вот показательный момент, когда могли нормально камбэкнуть здесь, у нас в Майндгеймс, они сейчас убьют Медузу, убьют ее два же, там даже будет забавная ситуация. Она попытается отдаться, да? Да, она попытается отдастся сама, но ее никто не будет бить, она пойдет, задинается об Эншот, да, чтобы выбили Аегис из нее. Все команду убили здесь, понятное дело, с одной Медузой без проблем, мы разобрались бы под полторон опять же тот самый. Ну да, но с другой стороны, очень странный непонятный старт в итоге получился у Майндгеймс, как по мне. То есть и Фэн, понятное дело, там, фармил всю игру, у него все было замечательно. Он фармил, делал... Да, вот, то есть как у нас получилось, что ОД был бесполезен вообще в начале, да, то есть пока он там не выформил свой мейтеру Хаммер и так далее. И ВК достаточно мало с линии вынес, он всю игру явно не дофармливал. Ну, по игре просто у Петушара явно нет ощущения от ОД. Я бы сказал, что у него потенциал вот конкретно в этой игре, в этом лайнапе, где у тебя есть фронтлайнеры, да, Штармилова вместе с ВК. У тебя есть офигенные саппорты под тебя, и самое главное, что ты можешь давать им пакт в долгих драках, про которые вообще драфта Шер, да, то есть у тебя Медуза. Ты всегда хочешь долгие драки. И ОД просто должен был кайфовать, наращивать свою ману. Там буквально, типа, несколько импризментов у тебя уже плюс 2000, можешь даже до двух с половиной, и шваркнуешь всю команду. Вместо этого на демэдж, типа, под уровнем 200... Ну, там, 200 демэджа он выдавал у тиммейта, может быть, там, 300 демэджа выдавал у тиммейта, там, чуть ли не в самом начале драки, супер печальная ситуация, я не очень понимаю. Очень часто комбинацию не делал он до конца, да, опять же, Метеор падал когда-то. Ну, вот уже в массовых драках это сложно просто сделать, опять же, выбор артефактов, да, вот ты идешь вот через Блинк, агоним все остальное, все замечательно, собрал. Дальше Октарин, я понимаю, что он стакается с твоей линзой, а линза супер-мега-классный артефакт, оставь линзу, фарми БКБ, тут нереальное количество контроля БКБшного, просто на фарми БКБ, стой в драке без первого спала, да, у тебя, типа, ВК супер-супер мало демеджа вносит, добавь дамаги с руки, чтобы добавить с руки, и тебе надо будет устойчиво. То, что он делал пару ударов и бежал потом. Да, он просто не может быть в позиции, поэтому он рано отдает ультимейт, потому что либо он рано умирает, либо он думает, что он рано умрет. Он несколько раз не мог войти в позицию, чтобы засейвить Виспа, потому что у него нет БКБ, ему просто приходилось убегать, ну и так далее. Это, короче, какой-то тильт у меня, честно говоря, от его игры, потому что все остальные, ладно, может быть, я просто там, ну, до Виспа не засматривал, может быть, он тоже где-то ошибки делал. Почему? Но ОД ужасен. Он бы восполнил нехватку вот этого демеджа, которого не хватало там от того же самого ВК со штормом, да, чтобы пробивать эту медузу. Они бы в три полноценных керри, в три полноценных керри в лейте, да, под хоро. Они сто процентов убивали эту медузу. Они медузу перебивали без каких-то. И это при том, что Эмбер спирит еще, то есть вот этот баланс фарма, к сожалению, да, когда у тебя медуза с манта стайлом, она постоянно отпушивает линии, она постоянно получает лаз-хиты, у тебя Эмбер не дофармил. Ну, то есть у него было не настолько много слотов, чтобы он был оружием сам по себе. Ты играешь против одной медузы. Ну, Эмбер много, на самом деле, демеджа в драк выносил, опять же, кстати, ну, Эмбер когда получает аганим, ну, это понятно, да, он может бросить саппорта, но потом он типа такой же, как шторм, то есть он влетает, файт, вроде что-то... Ну, да, стумбур больше вносит в драку какую-то, заставляет на себя отвлекаться и так далее. Его могло быть намного больше за... Все равно, да, основное противостояние всегда против рейдбосса медузы, да, тебе нужно убить команду, оставить его напоследок и потом закатить, выиграть драку, соответственно. О, Айон собрал. Вот Айон. Серьезно. Драки миллиард нет идут. Ну, представляю, вот если ты бьешь коров, да, в Майнгеймс бьет коров, и Бэйн и Бабка живут очень долго, все, ты драку заведомо проиграл. Вот здесь в этой же самой ситуации, как бы, ну, в этом моменте, да, это все показывается. Бабка с Бэйном живут, очень долго живут, и из-за этого у вас минус один герой, минус второй, минус третий герой. Вот, опять же, Глиммер, да, там нажал еще что-то, там в Гасту постоял, еще под конец финсгриппик заюзал, что пошли на верочку. Ну, и справедливости ради, все-таки стоит отметить, что чем ближе лейт, все-таки Медуза намного лучше смотрится, чем тот же в Райс Кинг, как ни крути, как герой. Я бы сказал, в драках, которые вот бесконечные, да, там вообще очень много кнопок и так далее, и Медуза выиграет то, что у нее слоты неактивные. Ты вообще не паришься, они всегда эффективны, у тебя нет таймеров на них, тебе ничего не надо нажать, то есть точно ничего не забудешь, потому что что ты на ней нажмешь? У нее даже нейтралки всегда пассивные. Эти активных слотов, ноль, наверное, да, вообще? Ну, сейчас у нее с вид блинг, и мат оставился. Ну, вот, да, в этом ты, скорее всего, не ошибешься. Ну, только если ты с вид блинг не нажмешь прям фонтан противника. То есть у тебя минимум ошибок, возможно, тебе не надо нажимать кнопки, ты просто стоишь и нажимаешь правую кнопку мышки. Все остальные, ВК надо позиционку удержать, штормили, там, понятно, миллион слотов у него и Хигса, и Блаторны, там у Дэшки, понятно, можно заруинить при помощи импризмента. Висп с Белкой вообще страдает, потому что они постоянно под нереальным объемом АЕшного дэмэджа, который рандомно в них в лицо залетает. Короче, это... Ватсон еще грамотно до собрал себе вот эту линкен-сферу, и она во многих драках как раз сэвила, и давала ему сразу заизать как раз Тонгейс, и чтобы у тебя хорошо драка началась. Ты еще считаешь, что Сатаник был круче, когда Блаторн появился? То есть, ну, тебе реально опасно, что тебе собьют линку, накинут Блатор, начинают фокусить, Сатаник все-таки собьет Блаторн. Ты мог как бы и не поражать этот Сатаник сам по себе, да? Да, может и... А линкен-сфера, она больше тебе выживаемости дала. У тебя есть и Аганим, у тебя есть и Шард, да, который тоже это все очень много дает, в общем... Ну, Дэшка максимально бесит в такие моменты, когда там появляется Шард-Аганим. Когда был Шард просто, он такой, ну ладно, летит в меня змея, а тут Шард-Аганим, и ты такой, я не хочу им перезменить эти партии. В такой игре, в таком мясе, да, вот в этих как раз постоянных драках, на байбеках, когда там по 10 героев умирало, она только два раза умерла за игру для Медузы и здесь, ну, это круто. Ну, в принципе, и ФН тоже вот при этом. Не хватило, мне кажется, тоже линкен-сферы, опять же, что-то доживать. Ты, да, ты предлагал ее. В момент, если мы сидели, ты говорил, что, скорее всего, в какой-то момент, причем у нее в Кейпгайе даже появился этот артефакт, но он передумал. А он передумал, он собрался Хекс, потому что он тоже нужен. Вот здесь не хватает. Он понял, что слишком пассивно нельзя собираться, там у него просто нету героев. Дамаж, дамаж. Он один там все вносил, он один старался жестко, но, к сожалению, не хватило. Поэтому Хекс и Блот Торн появился, но, опять же, где-то там чуть-чуть в драках не наносил. Не, ну, в любом случае стоит отметить, что игра максимально равная. Даже вот мы смотрели общую статистику, там очень хорошие цифры, прям очень близко друг к другу и здесь, ну... Ну, пробей вот этого парня, да, вот на шторме в лейте. Айон Диск, Мека, Гост. Еще, если там кого-то фукусят, там, допустим, Бэйна убивает, он еще и скушает этого Бэйна. Просто на пацейвачах парень играл. Ну, вообще, честно говоря, да, сравниваем Мэнгейсов, например, с началом сезона его сейчас, они совершенно две разные команды. Есть уже форма какая-то, есть какое-то понимание, ощущение неплохо. В общем, такие, знаешь, вот эти старички-среднички, я так скажу, паревички, вот, они собрались, и вроде неплохо, и Фэн, Бигнум, как раз Сиома, в общем, тут все. Ну, в общем, явно находится на подъеме, да, и приятно за ним наблюдать. Главное, главное, не рассерять задор, потому что у старичков часто бывает, что, знаешь, сначала вроде бы загорелся Дота, а потом что-то как-то потом в середине, ну, и не получается. Ну, у них, я думаю, очень большой буст, именно за счет того, что они уже ожидали, что они вылетят во второй дивизион, когда они просто скатывались по горке вниз, а потом такие хопа, и в окончании немножечко постарались, потому что это самый халявный сезон, да, считай? Ты в этот, где-то вот внизу, но оказывается, что против тебя есть еще более слабые коллективы, ты их все-таки смог обыграть в довольно сложной борьбе, остался в первом диве, и у тебя супер-мега-мотивация. Вспомните этот тильт, когда им еще тех поражения дают. Да, да. За смену, за смену клан Тега, и они после этого поражения, некоторые игры играют, вообще по 15 минут сливаются. Так, дорогие друзья, катка вторая стартует прямо сейчас, поэтому мы отправимся на небольшую рекламную паузу, вернемся прямо сразу, никуда не убегайте.